Также есть моменты подготовки пола, да, то есть, опять же, есть вопросы, на которые стоит ответить. Это будет ли душевая кабина у вас, то есть, с поддоном, без поддона, да, то есть, контакт с водой. Будет ли у вас под плиткой теплый пол или нет? То есть, если есть пол, необходим, есть, получается, разные системы полов, которые монтируются непосредственно под плитку, есть, которые монтируются в стяжку. То есть, опять же, выбирать тот либо иной пол зависит, опять же, от высоты уровня канализации, если мы говорим сейчас о ванных, да, каких-то. То есть, вот. Также я бы рекомендовал любой пол, который предназначен под плитку, то есть, матами, да, его все-таки заливать тонкослойными составами, тонким слоем стяжки, так скажем. То есть, заливать наливным полом. Для чего? Будет равномернее прогрев, это раз, пола. Далее. Будет исключена полностью вероятность пустот в слое кафельного клея. Когда вы, допустим, укладываете пол теплый, не допустим контакт, допустим, пола с воздухом. Потому что, если часть пола в стяжке, часть пола в, так сказать, в мешке, в мешке в воздушном, то та часть пола, которая в воздушном мешке, она быстрее перегорит. То есть, соответственно, пол из строя выходит быстрее. То есть, соответственно, мы стелим пол, заливаем тонким слоем. Соответственно, по расходу по деньгам, по материалам получается то же самое. Потому что, если вы пол, который под плитку теплый, идет монтаж, вам необходимо больше клеевой смеси. То есть, соответственно, если у вас пол залит тонким слоем с тяжки, то вы, соответственно, укладываете под тонкую гребенку все. То есть, соответственно, такой вот момент есть. Далее. То есть, электрический пол, сейчас еще, вы все-таки тонким слоем 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 слоем? Лучше заливать. Потому что вы, во-первых, исключаете повреждения пола в момент укладки плитки, потому что мастер не будет ходить по самому кабелю, потому что залить пол его довольно-таки быстро. Мастер перед тем, как пойти вечером домой, заливая пол и с утра уже укладывает вылитку. А клеевые составы как-то отличаются под тёплый пол? Да, конечно, конечно. А клеевые составы отличаются не только под тёплый, под нетёплый пол, отличаются под основания, под эластичные основания, под жёсткие основания, под основания, под перепады температуры и так далее. Это можно будет уже заглянуть в таблицу любого производителя с МИИСЕЙ. То есть там всё расписано, потому что они отличаются также и по стоимости, и по расходу. То есть чем более подвижное основание, тем более дорогой клей использовать необходимо. То есть если вы используете гидроизоляцию на пол на полимерной основе, та, которая эластичная, готовая, то вам необходимо использовать эластичный клей для укладки плитки. Если вы используете гидроизоляцию на цементной основе, то можете использовать обычный клей для укладки плитки. То есть здесь вот такие вот нюансы есть. вот опять же подготовка пола зависит во многом от того необходимо ли вам чтобы как вот здесь вот вот например если вы посмотрите то уровень плитки совпал с уровень существующим существующим с уровнем пола да то есть основной соответственно пол необходимо заливать перепадами высот это тоже как бы тот вопрос на который необходимо ответить перед подготовкой пола